Как поливать гипиаструм? Гипиаструм яркий представитель семейства аморилисовых растений, имеет достаточно интересный цветок, чем-то напоминающий лилию. А краса цветей может варьироваться от белых до ярко-красных. Что касается базовых правил ухода за гипиаструмом, это растение очень любит солнечный свет. Он подпитывает гипиаструм и передает ему сил для цветения. Нужно давать как можно больше света для цветка, ведь он не из тех, которому подавай полутень или затемняй в определенные периоды. Заводя гипиаструм дома, вы можете расслабиться и просто поставить цветок на максимально освещенное место в квартире. Особенно в период роста в комплексе с остальными схемами ухода гипиаструм нуждается в ярком солнечном освещении. Некоторые цветоводы советуют уже в период покоя убирать растения в полутень, однако вы можете поэкспериментировать и проследить, какие тенденции вашему растению подходят ближе. Возможно, ваш гипиаструм будет отлично себя чувствовать, находясь без полутеней и в период покоя, и спокойно переносить активное освещение весь период своих циклов. Что касается температуры, то тут особых критериев нет. Всего лишь стандартная комнатная температура, отталкиваясь от сезона. Переносит гипиаструм нормальную влажность, дополнительных затрат и приспособлений для увлажнения воздуха не требуется. То же самое касается и опрыскивания. Гипиаструму достаточно той воды, которую он получает из почвы. Полив нужно осуществлять, когда верхний слой растения просохнет. Не поливайте все время влажную почву, даже если вы чередуете по определенному графику увлажнения. Лучше смотрите по состоянию растения, которое имеется на практике. Если верхний слой еще влажный, оставьте растение в покое и дайте воде пройти свой собственный цикл. Когда растение находится в периоде роста, заливать его также не требуется. Полив нужно наоборот растягивать и приостанавливать, пока новый цветочный побег не достигнет 15 см. Вот тогда уже можно набирать обороты, но не забывайте, что земляная смесь должна просохнуть, прежде чем вы будете повторять полив. В период цветения полив нужно соблюдать на том же уровне, который вы задали ранее. Уже после того, как их соцветия цветут, можно снижать его количество перед периодом покоя. В период же роста до сих пор происходит активное формирование луковиц и листьев, а нехватка воды скажется негативно на растении. Что касается периода покоя, то к концу лета нужно потихоньку уменьшать его, растягивать, давать большему слою просохнуть, чередовать длительность. Уже с осени растения можно прекращать поливать. Не беспокойтесь, гипиаструм вполне подготовлен к таким переменам, и они не окажутся для него слишком резкими. Полив до зимнего периода, до так называемого состояния покоя или спячки, можно проводить раз в месяц, затем раз в полтора месяца. Но сам полив не должен быть настолько богатым, как в период цветения. Наоборот, сократите его до минимума, чтобы потом вообще перестать поливать. Возобновите ваши процедуры полива перед периодом цветения и также циклично повторяйте схему из года в год. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok